Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Он довольно интересный. У меня такая проблема. Есть дети, семья, муж и родители. Все без порядка, только я не испытываю никакой радости ни от жизни семейной и ни от близких. 10 лет в браке, 10-11 лет в браке, что звучит немножко странно, потому что как будто бы вы не знаете, сколько вы в браке. За эти годы влюбилась пару раз в других мужчин. Я счастливо становлюсь только тогда, когда те, кто мне симпатичны, отвечают взаимностью. Ну, за флирт с флиртом, за общение общению. Всех начинаю любить, мир начинает сиять яркими глазками, на жизнь смотрю позитивно, хочется жить, повышается настроение. Когда он игнорирует, все становится наоборот, мир ужасен и все люди. Так у меня очень много поклонников, я заметила и забыл их, но когда вижу именно того, кто так нравится, вообще меняются. Ужас в том, что я привязываюсь к нему. Первый шаг к мужчинам я никогда не сделала, даже если сохну, но намекаю, что мне нравится флиртом. Сначала отвечают тоже флиртом, но до первого шага никак не доходит. Он не делает первый шаг. Правда, мне тоже нравится воспитанный, не свободный мужчина, и он знает, что я замужен. Я не хочу с ним близость, я бы не хотел быть его женой и разрушать свою семью. Мне просто остро не хватает того чувства, которое я испытываю, когда он смотрит, флиртует и улыбается. Я понимаю, что если мы будем общаться и встречаться, то моя семья разручится, но меня это не останавливает. Я качаю это эйфорией и больше ни о чем не могу думать. У меня с самооценкой порядок. Бывают иногда ситуации, где я теряю уверенность в себе, но это редко. В общем, я люблю себя. Окружающие замечают и говорят, вот ты себя любишь. Вопрос такой, я не созрел до семейной жизни или почему меня так с ума сводит некий флирт и влюбленность? Самое ужасное то, что он начал игнорировать, это меня еще больше привязывает с ума сводит. Теряю аппетит, злись на всех ближних, впадаю в депрессию. И не могу извлечь из этого урок. Такое не первый раз. Может мне вообще не выходить на улицу, чтобы не влюбляться и не страдать. Смотрите. С самооценкой я напрямую бы это не связывал. Хотя то, что вы говорите о своей самооценке вызывает вопрос. Вот. Дело в том, что то, что вам пришла в голову такая мысль, да, сказать об этом, уже как-то автоматически говорит о том, что вы об этом думаете. и сопротивляетесь тому, что вы не совсем такая, какой вы себя представляете. Вы приводите аргумент, что вам говорят, что вас любят, но на самом деле это не аргумент. Потому что я верю в то, что вы можете произвести впечатление. Вы вообще производите, знаете, я сейчас скажу такую автологию, вы производите впечатление человека, который умеет произвести впечатление. Вот только произвести впечатление не означает быть собой. И мне кажется, что за свою жизнь вы и кратки научились очень хорошо производить впечатление на других людей. Только история здесь в том, что произвести впечатление на человек, на человека, произвести впечатление на другого. Это означает быть такой, какой нужно ему, но не быть такой, какой нужно вам. И вы знаете, здесь у меня лично, может быть ошибочно, конечно, картинка вырисовывается такая, что вы стараетесь быть для всех максимально удобным. Я имею ввиду для своих близких и для своего мужа. Но не позволяйте себе быть собой. Во флирте же, в частности, в отношениях, которые кажутся вам свободными, в отношениях, которые кажутся вам такими, где нет обязательств, в таком хорошем, неприличном смысле этого слова, вы можете почувствовать себя более свободным. И вот здесь возникает чувство эйфории. Ведь чувство эйфории, я думаю, вы не будете с этим спорить. Чувство эйфории – это легкость. Чувство эйфории – это подъем, определенный подъем. А подъем он происходит за счет расширения. Нашему сознанию свойственна такая функция или, может быть, лучше сказать, такая возможность. Наше сознание может расширяться и ссижаться. И сознание ссижается и расширяется в зависимости от того, как человек себя чувствует. Если человек чувствует себя свободным, то сознание расширяется. Если человек чувствует себя не свободным, то сознание ссижается. И вы чувствуете эйфорию, то есть расширение сознания именно тогда, когда вы чувствуете свободу. Свободу вы чувствуете тогда, когда находитесь с кем-то, с кем вы не чувствуете себя, вероятно, обязанным. Вот. Естественно, это не один фактор. Я думаю, что факторов больше. Я думаю, что вам обязательно нужно, чтобы мужчина был не свободен. Чтобы вы точно знали, что... Ну, чтобы вы точно знали, что с ним, скорее всего, ничего не получится. Вот. И тогда у вас в этом смысле все будет хорошо. Почему? Потому что вы боитесь ответственности. Ну, как боитесь? Вы ее не боитесь. Скорее всего, ее у вас просто много. И это возвращает нас к первоначальной истории о том, что вы чувствуете необходимость быть кем-то. То есть, производить впечатление. Вот. Мне кажется, что и флирт, в принципе, тоже, это в какой-то степени, произведение впечатления на человека. Только здесь история о том, что впечатление вы производите на человека уже, потому что вам этого хочется. То есть, это такой более, ну, более приятный, что ли, для вас способ произвести впечатление. Вот. Но, правда, вот суть от этого не меняется. Я думаю, что глобально у вас очень много ответственности. Я бы даже сказал не ответственности, а обязанности. Потому что обязанность – это то, когда на человека давят то, что он должен сделать, то, что он должен делать. Это обязанность. А ответственность – это когда то, что я должен сделать, я еще делать хочу. Вот. То есть, условно говоря, если я помогаю, например, бабочке перейти дорогу и делаю это искренне, то это ответственность. Если я помогаю бабочке перейти дорогу, но делаю это, так скажем, потому что, например, на меня смотрит, там, допустим, мой начальник, мой партнер или вот кто угодно еще, то это уже обязанность. Вот. И мне кажется, что ваша жизнь, такая вот, ну, бытовая, повседневная жизнь, она состоит именно из обязанности, она не состоит из ответственности. Потому что ответственность предполагает последствия, то есть ответственность предполагает неодобрение. А вот неодобрение близких людей вам достаточно болезненно, судя по всему. Вот. Причем, я сейчас говорю не на таком уровне, да, что вот вы там не можете кому-то что-то сказать против, нет, я думаю, что вы можете что-то сказать против. Но я думаю, что вы считаете себя должным, вы считаете себя обязанным, а отношения, ну, любые, скажем так, здоровые отношения, они выстраиваются все-таки не на принципе обязанности, а на принципе ответственности. Вот. Когда я делаю не то, что должен делать, а то, что хочу. Понимаете, да, в чем вот разница? Но, когда я делаю то, что хочу, появляется такая штука, которую можно было бы назвать как недовольство. То есть, когда я делаю то, что хочу, появляются недовольные. И у меня здесь к вам вопрос. Вопрос такого характера. Как вы относитесь или как вы воспринимаете то, что кто-то может быть недоволен тем, что вы делаете? Это касается вашего мужа, это касается ваших родителей, это касается ваших детей. Насколько за всеми этими людьми вы делаете то, что хотите? Насколько вы свободны? Вот. Это такая глобальная история, которая, может быть, является и не про вас. Может быть, является не про вас. Может быть. И тогда возникает другой немножко вопрос. Как у вас с реализацией? Потому что если вы чувствуете себя нереализованной, если семья не является для вас средой, где вы можете себя реализовать, то, естественно, вам будет не совсем комфортно с этими людьми. Это нормально. Вот. Понимаете, да? Ну, то, как вы описываете свою семью, немножечко вот наводит на мысль о том, что семья для вас носит во многом такой высоко формализованный характер. Вот. Дальше. Как бы, может, конечно, может быть, поскольку речь идет только о мужчине, речь идет о гендерной модели поведения. Может такое быть, что вы себя не очень-то чувствуете женщиной вот со своим мужем. И здесь, конечно, очень важный вопрос. Что вам двигало, когда вы выходили замуж? Рожали детей? И так далее. Зачем вы это делали? Из каких чувств? Из каких соображений? Делали ли вы это, потому что надо было сделать? Делали ли вы это, потому что время подходило, потому что должны были? Или делали вы это, потому что у вас, ну, вот, имелись какие-то чувства к вашему супругу? Вот. И, соответственно, если вы это делали из вышеперечисленного первого варианта, то есть, потому что вы должны были это сделать, то здесь все очевидно и понятно. Если из второго варианта, что у вас были чувства к вашему супругу, то, как вы понимаете, потом эти чувства, они, ну, куда-то пропали, их больше нет. Вот. И, соответственно, это процесс. То есть, чувства вот так, ну, так просто, да, чувства, они не исчезают. Так просто. Чувства, они ведь меняются. И они меняются вследствие чего-то. Поэтому наша задача с вами выяснить, вследствие чего менялись ваши чувства. Например, к вашему мужу. Вот. И как вы это проживали? То есть, почему, например, ваш муж не в курсе того, что к нему больше у вас нет, ну, нет чувств, да, и так далее. Вот. Если в курсе, то что он, там, ну, гипотетически об этом думает и так далее. Это все очень важно. То есть, понимаете, вот есть такое ощущение, что вы бежали, 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 не особо думая, куда, зачем и для чего вы бежите. Вот. А потом как-то вот просто остановились. Ну, так вот, знаете, случайно остановились. Вот. Вот. И внедапно осознали, что, а как-то оно вот немножечко-то не так, как вот вам хотелось бы. Да? Вот. И это очень важный момент. То, что вы как бы живете, получается, вы живете, не особо-то отдавая себе отчет в том, куда вы двигаетесь. Вот. Куда вы двигаетесь, зачем вы двигаетесь, чего вы хотите и так далее. Вот. А ваша так называемая влюбчивость здесь выглядит либо как компенсация того, что вы не можете быть собой, например, либо как возможность быть женщиной и реализоваться. Вот. Потому что других способов к реализации у вас нет. Косвенным моментом, но очень важным, помимо всего прочего, является, на мой взгляд, то, что вы как будто бы очень сильно зависите от других людей. Вот. Это проявляется практически у вас во всем. И в зависимости от, ну, вот, в зависимости от мужчины, от поведения которого, точнее, поведение которого влияет на, ну, на вас, да, на ваше, там, грубо говоря, настроение, да, на ваше... На ваше поведение, на ваше желание, да, то есть вот это. И это проявляется, помимо прочего, еще и в том, что вы приводите в пример, вы приводите в пример как будто бы то, что вам говорят люди. Вот. Другие люди. Знаете, вы как будто вот приводите в пример это. Выглядит это, ну, мягко говоря, несколько странно, потому что... Какая разница, что вам говорят? А, какая разница, что вам говорят, другие люди, у других людей вообще, как бы, ну, свое такое восприятие, да, своя реальность, в которой, как бы, они живут и... Причем здесь другие люди, для меня вот тут загадка небольшая. Вот. Но то, что вы это приводите и приводите это как аргумент, конечно, это показатель. Вот. Это показатель, в первую очередь, того, насколько вы себе доверяете. Вот. Далее. Вы пишете такой момент. Бывают ситуации, где я теряю уверенность в себе. Пишете вы. И это выглядит так, как будто в этих ситуациях вы теряете контроль. То есть, такое ощущение, что потеря уверенности в себе для вас означает потерю контроля. Если контроль для вас важен, если контроль для вас имеет такое значение, то все происходящее, в общем-то, выглядит как стремление создать вокруг себя максимально такую вот защищенную среду. Вот. В которой бы вы сами чувствовали бы себя максимально защищенным. А ваше чувство, ну, ваше, эээ, вот, ваше, ну, скажем так, мотив, да, мотив. Мотив, зачем я это делал. Как способ избежать тревоги. Вот очень вам хочется не испытывать тревогу. Как будто бы. Я повторюсь, как будто бы. Я, эээ, наверняка не буду утверждать это. Сейчас, потому что, я не знаю. Вот. И дело здесь не в том, что вы подходите или не подходите к семейной жизни. Дело здесь не в этом совсем. Любой человек подходит к семейной жизни и так же не подходит к ней. Любой человек, кто умеет договариваться, в общем-то, к семейной жизни, подходит. То есть, это, по сути, ну, любой социально адаптированный человек подходит к семейной жизни. Дело здесь немножко в другом. Дело здесь заключается в том, что для гармоничной, такой вот, семейной жизни, нужно, чтобы человек умел быть собой. Нужно, чтобы человек принимал себя таким, как он есть. А вот вы себя, такой, какая вы есть, не принимаете, на мой взгляд. От чего и возникает такая вот история. Я уж не знаю, связано ли это с мужем или нет. Связано ли это с ответственностью, которая обязанность, или нет. Связано ли это со страхом, значит, кого-то разочаровать и с тревожностью. Я не знаю. Сейчас это все просто из области предположений. Вы поймите, поймите, пожалуйста, правильно, что информации вы предоставили довольно мало. Чтобы так вот говорить, да, ну, сколько-нибудь адекватно. То есть нужно с вами поговорить, нужно как-то вот изучить вас, да, ну, получше как бы исследовать вашу личность, чтобы понять, где там проблематика-то как бы скрыта. Да, 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 вот. Ну, на мой взгляд, пока что история выглядит вот такой. И особого внимания, на мой взгляд, заслуживает то, как у вас работает механизм рационализации. То, что вы говорите, что саматрик у меня проблем нет, как бы уже защищается. Вот. Я вижу в этом, конечно же, тревожность. Я вижу в этом, конечно же, некую такую потребность удержать, скажем так, контроль. Вот. Я вижу в этом потребность как-то вот сохранить свой статус-кво. Я вас понимаю прекрасно, я понимаю, ну, как бы, с чем это желание связано, но это не отменяет того факта, что путь вы, конечно, выбираете в этом смысле, на мой взгляд, довольно деструктивный. Вот. Ну, и если каким-то общим словом называть вот то, что с вами происходит, то, конечно, я бы сказал про неудовлетворенность. Вы неудовлетворены. Ну, глобально. И вам нужно, конечно, заниматься тем, чтобы менять свою жизнь. Чтобы в вашей жизни было так, как вы хотите. И вот сейчас я уже прямо-таки вот ощущаю, да, прямо-таки вот чувствую. Сейчас, на данный момент я чувствую, как вы, знаете, начинаете продумывать вот эти аргументы в пользу того, почему так делать не надо. Вот. Это вас говорит тревога, это вас говорит страх, это вас говорит недоверие себе. Вот. Вот. Потому что, ну, менять, менять в этом смысле какую-то, ну, какую-то привычную жизнь, да, какую-то вот, ну, привычную такую историю на историю непривычную, на риск страх. И, собственно, ну, вообще говоря, для этого, собственно, и нужен психолог, да, чтобы, вот, помог, помог, поддержал и так далее. Вот. При этом, священная речь не идет об обязательном разводе. Вам совершенно не обязательно разводиться. Вы можете, что называется, гармонизировать отношения с своим мужем. Вот. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Это не так тяжело. Но это требует, конечно, некоторой находчивости. Это требует некоторого терпения. Терпения это, это некоторый риск. Вот это то, что нужно понять. То мы здесь говорим о риске. Вот. А вам, судя по тому, что я могу видеть, рисковать-то в целом хочется. То есть, в целом-то вы, как бы, испытываете потребность в риске. Но это только кажется, что дело в риске. На самом деле, дело в том, что быть живой. Быть собой, быть настоящей. Этого вы не можете делать с теми людьми, которые вам близки. И, как я уже сказал, на мой взгляд, это связано только с одним. На мой взгляд, это связано с тем, что вы, выбирая себе партнера, да, то есть мужа, не были свободны в своем выборе. Вот. И выстраивая отношения сейчас, вы не свободны в своем выборе. Вы не свободны. Вы себя, как бы, постоянно, не постоянно, но вы себя сдерживаете. Вот. Вы себя подавляете. И отсюда возникает ощущение не свободы. А эйфория, как раз таки, дает вам почувствовать себя свободно и почувствовать себя собой. Правда, способ этот максимально кривой, косой и очень заправный. Вот. Я бы мог сказать, здесь такие, наверное, набившие оскомину уже в каком-то смысле. Что у вас есть проблемы с личными границами. Вот. А это всегда проблема, связанная с, ну, самооценкой. И я подозреваю, что с этим вы тоже, вероятно, ну, вероятнее всего с этим вы не согласитесь. Вот. Но, в данном случае, если вы хотите менять, то на ваше согласие или не согласие, как бы, я внимания здесь не обращаю, вы уж простите. Вот. Это не потому, что я вас не уважаю, а потому, что я думаю, что вы можете ошибаться. Вот. Точнее, у вас есть вот некая такая, знаете, вторичная выгода от такой, ну, от такой позиции, да, от такой модели поведения. Вот. Что это за вторичная выгода, я сейчас не скажу. Я не знаю, что это за, что это за выгода вторичная. Вот. Но я более чем уверен, что она есть. Я более чем в этом уверен. Вот. Вот и все. Вот. Вот и все, собственно. Вот и все, что вам здесь можно сказать. Ваша история, ваша история, это история, запрос на психотерапию. Хотите вы этого или нет? Нет. Ваша история, это история про необходимость, такую, знаете, ну, созревшую необходимость работы над собой. Ваша история, это история назревшей потребности менять свою жизнь. И ваша история, это история про страх это сделать. Ваша история, это история про страх выйти за пределы того мира, который вы себе построили. Мира, который вам не очень нравится, мира, в котором вы чувствуете себя неудовлетворённым, но мира, в котором вы чувствуете определённость. Вот. И я бы сказал, я бы сказал, что центральной проблемой является на самом деле не самооценка, хотя эта проблема тоже присутствует. Я бы сказал, что центральной проблемой здесь является именно тревожность ваша и потребность контроля. В контроле. Вот. Я бы сказал, что через ваш текст я вижу все признаки, как бы, ну, воздействия контроля на вас. А хотите вы этого или нет? В этом смысле мне уже не так важно, согласитесь вы со мной или нет. Я говорю о том, что я вижу с точки зрения психологии, с точки зрения своего опыта и так далее. Вот. Я думаю, что ваша задача заключается в том, чтобы максимально быстро для себя выбрать психолога и начать с ним работать. Меняться. Только вы, только если вы этого хотите. Конечно. Если вы на самом деле меняться хотите. Потому что если вы меняться не хотите, да, если вы не хотите меняться. Вот. А хотите там, например, перестать влюбляться и так далее. Тут немножко не та история. Это даже совершенно, я бы сказал, не та история. Вот. Ничего хорошего из этого не выйдет. Потому что влюбляетесь вы из, ну, психологической защиты. Если бы вы не влюблялись, то я могу вас уверить, вы бы болели, вы бы болели. Вот. То есть развилась бы психосоматика. Поэтому то, что вы влюбляетесь, это хорошо. Да, для вас это стресс. Да, вы страдаете. Я, я прекрасно понимаю. Вот. Вот. Может даже показаться, что я как-то выступаю за то, чтобы вы страдали. Нет. Но я выступаю за то, чтобы, как бы, ну, поступить как взрослый человек и признать, что у вас есть системные проблемы. Вот. С которыми нужно работать. Вот. И всё. Признать, что они есть. Эти проблемы. Вот. Поскольку вы говорите о депрессии, то я, наверное, должен здесь сказать такой момент, что депрессия есть клиническая история. То есть депрессия – это заболевание. И если у вас есть, скажем так, подозрение на депрессию, подозрение на то, что у вас депрессия, то имеет смысл обратиться к врачу. Значит, психиатру, вот, клиническому психологу, чтобы вам, чтобы вас осмотрели, вот, и продиагностировать наличие или отсутствие у вас депрессии. Вот. Если что-то такое есть, то нужно с этим работать. Если что-то такое есть, то это нужно лечить, как вы лечите, там, не знаю, простуду, да, и так далее. Это само по себе не пройдёт. Понимаете? И уж точно проблему не решит то, что вы не будете выходить на улицу, чтобы не влюбляться. Вот. То есть, а как это выглядит на уровне поведения, на мой взгляд? Вот, по моему опыту, на уровне поведения это выглядит так, что вообще в большинстве случаев я взрослый человек. взрослый, адекватный, ответственный человек и так далее. Вот. Но, иногда, меня, что называется, прорывает и я становлюсь капризным ребёнком. Вот. Этого капризного ребёнка я, вообще говоря, боюсь и не хочу, чтобы он был. Вот. Но, этот капризный ребёнок является часть вас. Это вы. Как бы вы не сопротивлялись, да, как бы вы не пытались, там, доказать, убедить себя в том, что, в том, что его нет и прочее, он есть. Он есть, и от него не убежишь. И вам нужно признать, вот, это часть своей личности. Научиться слышать её. Слушать её. И давать ей право на жизнь. Сейчас этого не происходит. Сейчас вы не даёте ей право на жизнь, вот этой вот своей маленькой девочке внутри вас. Вот. Почему? Потому что от вас требуют быть хорошей женой, хорошей дочерью, хорошим родителем. Вот. Я не знаю, работаете вы или нет, но хорошим сотрудником. Вот. Всё это от вас требуют. Ну, только беда в том, что маленькой девочке-то всё равно, что от неё требуют. Маленькая девочка требует своё, и она своё так или иначе получит. И чем дольше вы сдерживаете себя, чем дольше вы не позволяете ей жить, тем разрушительные будут последствия. Нет, я не говорю ни в коем случае про такие вещи, как измену, разрушение семьи. Нет, я об этом не говорю ничего. Я верю, я верю в то, что вы достаточно сознательный человек, чтобы не совершать таких действий. Вот. Но, просто какова цена? Вот. А цена очень высокая, в данном случае. Вот как-то так. Может быть, я не прав относительно причин ваших. Возможно, у других моих коллег, которые, я надеюсь, ответят вам на вопросы, будет другое мнение. Но мне кажется, что совершенно ясно одно, что ваша жизнь системно не устроена. Вот. Системно не устроена. И косвенные признаки даже по тексту это показывают. Понимаете? Вот. И дело здесь теперь только в том, готовы ли вы немножечко отбросить свою рационализацию и присучиться к себе. Вот. Для начала просто помечтать. А о чем вы мечтаете? И мечтаете ли вы? Это первое. Второе. Есть ли у вас свободное время? Личное пространство? Как вы им пользуетесь? И пользуетесь ли вообще? Если пользуетесь, то как? Если есть, то как вы его используете и так далее. Вот. Тут можно посмотреть на соотношение социальных ролей ваших. Но это уже детали. Такие вот. Это уже детали, на которые сейчас мы внимания особо обращать не будем. Вот. Не так это благо вас. Сейчас. На данный момент. Вот. Вот как-то так. Так аноним. Такой. Такой. Получился ответ. Вот. Отдаю себе отчет в том, что вас это не успокоит. И не сделает вашу жизнь проще. Но и цели. Такой. Не стоял. Вы пытаетесь сделать свою жизнь проще. Размеренней. А в итоге вам хочется немножко другого. Почему? Потому что гармоничная жизнь. Счастливая жизнь. Ну, счастливая условно, конечно. Вот. Она не состоит из статики. Счастливая жизнь всегда состоит из динамики. Из динамики. Из неопределенности. Понимаете? Из неравномерности и неоднородности. Есть ли у вас такое? Можете ли вы похвастаться таким в отношениях со своими родителями? В отношениях со своим мужем? Или в отношениях со своими детьми? Мне почему-то кажется, что нет. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно, интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.